А вот Свердловская государственная филармония старт своему сезону фактически уже дала. 11-й форум филармонических объединений, который собрал в эрбите поклонников музыки со всего Восточного округа, стал прологом для целой череды концертов и музыкальных вечеров. Филиалы, региональные и виртуальные концертные залы, возможность посетить вживую, услышать и увидеть на большом экране концертные программы от ведущих исполнителей и музыкальных коллективов сегодня уже точно есть у большинства жителей региона. И это результат большой работы, проводимой Свердловской государственной филармонии на протяжении вот уже 20 лет. Наш проект начался в 2009 году. Было всего 9 территорий. В 2014 году открылся Всероссийский виртуальный концертный зал на базе Московской филармонии, но именно благодаря активной деятельности Свердловской филармонии и вот наших филармонических собраний в нашем регионе. С 2019 года запущен национальный проект «Культура» и виртуальный концертный зал, он вошел в этот проект. И опять же повторю, что это благодаря тому, что мы здесь все вместе с нашими волонтерами, с нашими слушателями продолжаем активно работать в этом проекте. И на сегодняшний день у нас уже виртуальных концертных залов не только в городах, но в самых малых территориях. У нас же есть такие деревни, где там 400 всего человек, не тысяч, а просто человек 400. Вот таких уже территорий у нас больше ста. Так что 11-й форум филармонических объединений, который 10 лет назад проводился только на базе самой филармонии в Екатеринбурге, в этом году организуется уже на четырех площадках. Ирбит стала одной из них, собрав в своем зале представителей Тавды, Туринска, Туринской Слободы, Талицы и других близлежащих территорий. По словам самих гостей, сюда они ехали как на праздник. Когда наступила пандемия, люди, как сказать, отвыкли немного, отвыкли от общения, отвыкли от посещения библиотек. И появилась какая-то боязнь немножко, что... Ну вот форум сегодня, конечно, показал все-таки сплоченность, все-таки, что мы люди не громкого десятка, не боимся. Приехали, встретились, конечно, общение с коллегами. Год мы не виделись, и очень приятно видеть всех здоровыми, жизнерадостными. Традиционной уже частью форума стала презентация собравшимся тех программ, которые готовятся в филармонии для региональных и виртуальных концертных залов. Каждый из них по-своему интересен. Традиционно мы всегда представляем нашим слушателям все жанры. Это и симфоническая музыка. К вам приедет Уральский филармонический оркестр с литературно-музыкальной композицией «Алой паруса». Приедет и симфонический хор с филармонией. Даже орган, органист филармонии Тарас Бавенец будет завершать филармонический сезон. Конечно же, это и коллективы солисты-гастролеры. Мы все с нетерпением ждем оркестр «Волыщиков». Это вообще такая премьера, горячо нами всеми ожидаемая со своей программой «Легенды Шотландии и Ирландии». Также ждут встречи с вами и филармонические коллективы, квартет «Феникс», «Висковский струнный квартет». Ну а начнем мы 4 октября. К вам в гости едет один из оркестров, участников 6-го симфонического форума России, оркестр из Якутии. И что важно, в этом году филармонические концерты станут еще более доступны для молодежи. Всероссийский проект «Пушкинская карта» позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет фактически бесплатно посещать самые разные мероприятия, в том числе и программы филармонии. К сожалению, не у каждого появляются материальные средства для того, чтобы купить билеты, особенно в филармонию, на какие-то спектакли. А здесь есть потрясающая возможность, вот повторяю это слово, прийти в выставочный зал, прийти в музей, прийти на спектакли, прийти на концертную программу. И все это для молодого человека в возрасте от 14 до 22 лет включительно не будет стоить ничего. За него заплатит, как говорят, Пушкин. Ну, конечно, не Пушкин, а государство, потому что это федеральные деньги. И, на мой взгляд, на 2021 год это очень существенно, очень значительная сумма в 3000 рублей. Мы же не каждую неделю ходим на спектакль, на выставку. Но такая возможность у человека должна быть. Так что, если у вас есть желание хотя бы несколько вечеров в предстоящем сезоне посвятить музыке, самое время выбрать в программе то, что для вас ближе и интересней. Концерты начнутся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok